Инвестиции в здоровье, медицина становятся ближе к народу. Новые фельдшерско-акушерские пункты, отремонтированные больницы. На этом развитие первичного звена здравоохранения в регионе и в целом по России не остановится. Это кадры из серии «До и после». Раньше больных в деревне Полевые Бортасы принимали прямо в здании Дома культуры. Там располагался фельдшерско-акушерский пункт. В декабре 2019-го открылось отдельное здание. Здесь наблюдаются более 300 человек, жители двух деревень – Белое озеро и Полевые Бортасы. Людям сейчас легко, не надо бегать в райцентры, здесь можно лечиться на местах. Желто-красные здания в прошлом году отстроили в 26 селах и деревнях Чуваши. Это уже символ того, что медицинскую помощь оказывают в цивилизованных условиях, как в городе, так и на селе. Водопровод есть, канализация. Сухожаровой шкаф теперь у нас есть. Не будем ездить в СРБ, здесь же будем. Прививки мы делаем, профилактические прививки, здесь все на месте делаем, никуда не отправляем. Помощь оказываем медицинскую здесь, у себя. Заменять аварийные медпункты на новые в регионе продолжат и в этом году. На это уже предусмотрены многомиллионные суммы в республиканском и федеральном бюджетах. Фельдшерско-акушерские пункты – это звенья цепи первичной медико-санитарной помощи. Ее продолжают межтерриториальные медицинские центры, их в Чувашии 12, и центральные районные больницы, таковых 18. Все они подключены к единой электронной телемедицинской базе. Это значит, что врачи могут консультироваться с коллегами профильных клиник. Пациентка нуждается в дальнейшем до обследования условий кардиодиспансера, поэтому я предлагаю вам перевезти ее по линии санавиации. Больницы ремонтируют и строят и в городах. Так в марте прошлого года для юных новочебоксарцев обновили детскую поликлинику. Раньше мы ездили в Чебоксары, в МНТК или на Ашмарино. И дорога длительная, он нас очень плохо переносит транспорт. И мы вот с трудом всегда обследовали наше зрение. 2020 год в Чебоксарах начался с открытия многопрофильной поликлиники центральной городской больницы. На этом развитие первичного звена здравоохранения не остановится. С 1 июля 2020 в России будет запущена программа модернизации. На ремонт техническое переоснащение поликлиник, районных больниц, станций скорых во всех регионах на федеральном уровне выделено дополнительно 550 миллиардов рублей. Эти цифры и цели обозначил в своем послании федеральному собранию президент России Владимир Путин.